Вернувшийся с Донбасса британский журналист Грэм Филлипс признается здесь, в Лондоне, чувствует себя белой вороной. Все эти статьи по поводу Дебанцева, по поводу того, как русские войска присутствовали, присоединился, помогали. BBC не было нигде рядом Дебанцева. Я был возле Дебанцева две недели. Нету ни такой русских войска. На этой войне Грэм повидал все. В апреле попал в плен кополченцам. Приняли за шпиона. Это теперь его все в лицо знают. Спустя несколько часов разобрались и с миром отпустили. Вспоминает. Телефон тогда чуть не разорвался от звонков. Каждое уважающее себя западное издание жаждало записать с ним интервью. Через месяц другой плен. Парадокс. Так активно радеющие за свободу слова Европа, на деле инакомыслие не любят. Еще летом британский МИД настоятельно советовал Филлипсу покинуть Украину. Когда прилетел в аэропорту Хитроу, его задержали и допрашивали. Несколько часов. Ты вообще на родине он. Продажный пророссийский выскочка. Но Грэм не сдается. Вот аукцион организовал. Украиной движет ненависть. Желание разрушать, а не строить. Небольшое помещение лондонского бара всех пришедших на благотворительный аукцион. Поддержку жителей Донбасса едва вмещает. Без потасовки не обходится. Пытавшегося сорвать мероприятие мужчину приходится выталкивать на улицу. Когда страсти утихают, начинаются торги. Лоты, в основном фотографии, сделанные Филлипсом на войне, раскупаются мгновенно. Эти британцы на Донбасс денег не жалеют. А собственной прессой недовольны. Британцы не знают всего. Здешние медиа весьма пристрастны. Конфликт в Донбассе они представляют, как конфликт между Россией и Украиной. Это не так. Это гражданская война, в которой жители Юго-Востока страдают от действий украинского правительства. Очень опасная ситуация для всех нас. Если США будут продолжать в том же духе, то мы получим Третью мировую войну.